Слава Украине! Пускай разберутся с собственной топонимикой, а мы пока что разберемся, что там происходит. Значит, освободительная армия России, назовем ее так, зашла на территорию, которая оккупирована московской, бандитской, фашистской, террористической, путинской хунтой. И ведет настоящее время с оккупационными, этими хунтовскими войсками бой. Надо сказать, что все, кто ведут бой с московской оккупационной армией, являются гражданами исключительно Российской Федерации. И наносят ущерб они московитам. Так что, все, что там происходит в Шмякино-Шебекино, это у нас гражданская война на России. При использовании российской же военной техники. Значит, это та самая техника, которую наши герои забрали, затрофеяли в разное время, в разных местах. Эти же самые бойцы РДК и бойцы Легиона, они воевали в том же Бахмуте, в Солидарии и так далее. Где и была затрофеена вот эта техника. И они, собственно говоря, воспользовавшись вот этой затрофейной техникой, также немножко подкупили в местном военторге Шмякино-Шебекино. В военторге, кстати, у них очень хорошие вещи продаются. Там КАМАЗы есть бронированные, называются Тайфун. Да, там разное. БТР-82А замечательно, да, куплен был в военторге. По сходной цене, в принципе, никто не брал. Но, видите, РДК зашли, им отдали по дешевке практически даром. БТР-80 удалось также купить в военторге там. То есть, хорошие вещи, в принципе. Ну, я так понял, что местный военторг Шмякино-Шебекино, он там имеет прямой выход на ФСБ, и те через него продают комиссионные БТР. Так что, в принципе, купить же можно все, что угодно. Если не хватает чего-то в военторге, всегда можно попросить местных шебекинско-шмякинских шахтеров с тем, чтобы они, пожалуйста, спустились в шахты и накопали там скайлом всегда новой техники, которая там в избытке. Ну, мы же знаем, что это все исключительно шахтер добывает. И учителя прямо из-под парты вынимают. Так что идет бой. Также РО-6 жалуются, что какой-то танк неизвестный, неизвестно откуда обстрелял погранпереход бывший там, который был еще до войны. Я не знаю, какой это танк и откуда он прибыл. Скорее всего, это он прибыл из-за гражданской войны на Россию. Опять-таки местные шахтеры, трактористы и пастухи загнали танк с другой стороны. Он обстрелял там что-то. Нам об этом ничего не известно, поймите правильно. То, что они говорят, что Украина каким-то образом причастна к обстрелу Шебекина, Шмякина и так далее, мы никого к этому отношения не имеем. Нас там нет. Наши войска находятся в казармах, в местах постоянной дислокации. Что там происходит во время гражданской войны на России? Мы не знаем и знать не можем. Но мы приветствуем освобождение Шмякина, Шебекина и других территорий, временно оккупированные московитами Белгородской народной республики, от путинской тирании. С чем хочу вас всех и поздравить. Слава Украине! Собода Украины!